С голубого рученька начинается века, и ладушка начинается с улыбки. Все дети хороши, а эта девочка особая. Я ее просто люблю. И когда я сказала, я твоя мама, а ты моя доченька, она сначала засомневалась, а потом обняла меня и действительно приняла меня как маму. И от нее такое тепло. Вот у нее руки такие... Если она обнимет, то вроде как все остальное, это какое-то так неважно, неважно. Она помощница, она во всем, она и за тряпочку берется, она поможет мне сервировать стол, она и почистит морковку. Но девочка как-то трудолюбивая, надо сказать, трудолюбивая. Старается, тянется, учится, с детьми очень хорошо общается, с малышами. Вот у нас есть девочка, малышка, она за ней ухаживает, как вот прям маленькая такая мамочка для нее. Умеет шалить, она умеет бегать, прыгать, кричать, как все детки. Вот, ну вот ребенок, который, ну, солнышки. Вот есть детки солнышки, вот она такая солнышко. Это радость, это веселье, это звонкий смех. Маржан, ну расскажи, пожалуйста, вот теперь ты, мама, про тебя уже рассказала. Ты что вообще в жизни любишь делать больше всего? Любить упираться, читать книжки, помогать маме. В школу ходить, учиться. Кем ты хочешь стать? Врачом. Для чего? Для чего? Расскажи. Чтоб всех лечить. А для чего лечить? Чтоб они не болели. А еще. А кого будешь лечить? Всех. А помнишь, мы с тобой готовили кушать, и ты мне говорила, я хочу спечь большой-большой торт, чтобы всем поделиться. Со всеми поделиться, всех-всех угостить. Вот так. Так что у нас вот такие, от Парижа до торта, такие мечты у нас. Эта девочка добрая, внимательная, никогда не обидит, вот просто так вот, не обидит ни взрослого, ни ребенка. И я думаю, что эта девочка, если попадет в семью, она такая будет доченька для своих новых родителей, что они никогда не пожалеют о том, что они ее взяли. Я хочу маму, папу, тетю, дедушку, бабушку, брата и сестру. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.